Минобороны Украины стремится привлечь больше женщин на должности командиров подразделений. Для этого ведется работа по преодолению гендерных стереотипов и расширению возможностей для женщин. На 7-м Украинском женском конгрессе в Киеве государственный секретарь Минобороны Людмила Дороган заявила о том, что Минобороны уже устраняют искусственные проблемы, связанные с продвижением женщин по службе в боевых частях. Цитирую. Есть много женщин на должностях финансисток, сотрудниц кадровых подразделений, юристок, но у нас фактически нет женщин на должностях командиров хотя бы ротного уровня. И это не зависит от квалификации, профессионализма или личных качеств. К сожалению, пока что это вопрос исключительно стереотипов. Мы уже преодолели стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип «женщина не может командовать». Конец цитаты. При этом она добавила, что законодательство Украины в этом вопросе достаточно прогрессивное, но реальную гендерную политику в частях нужно дорабатывать. Для этого командиры будут проходить тренинги, и с ними будет проводиться разъяснительная работа. На сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины более 62 тысяч женщин, что составляет 7% от общей численности. Но новости на высшем государственном уровне есть для всех военных Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обещал в ближайшее время объявить новую программную политику по мобилизации и демобилизации. Рассказал, что будут приняты решения и по вопросам, особенно болезненным для украинских военных. Еще до оглашения новой программы по мобилизации и демобилизации, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил украинскому радио, цитирую, что касается мобилизации людей, проходивших военную службу по призыву, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их. Также анонсируют системные изменения для военной подготовки в образовательном процессе. Минобразование намерено внедрить в вузах пилотные военные кафедры, ответственные за базовую военную подготовку всех юношей и желающих девушек с сентября 2024 года. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. На радиокультура. Студенты военных кафедр будут иметь три аудиторные кредита и получать военно-учетную специальность «Стрелок». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!